ПЕСНЯ 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 За православным календарем мы вшановим память святого благовірного князя Михаила Тверського. Причаститься Христовых Тайн, потому что пост как воздержание телесное без исповедей, без причастия – это всего-навсего диета. Поэтому пост этот пускай будет благотворным и полезным для всех. А в начале этого поста рождественского есть один из великих праздников – введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Бреснодевы Марии, которую чтим мы все, все просим ее покрова, но немножко истории праздника. Праведным Иакиму Иоанну до престарелого возраста пришлось много понести поношений, вражды такой, что у них не было деточек. И вот они, молясь, обещали Господу, Господи, если пошлешь нам дитятка, то мы отдадим его на служение Богу. Дитя Господь послал им. Милу три года от рождения начался четвертый. И вот в такое ишествие собралось девочки с сожженными свечами. Родственники ведут будущую Пресвятую Богородицу, избранницу Божию, в Иерусалимский храм с Назаретом. В храм ввели 15 ступеней. На первую из них эту дитятку поставили. И вот она взошла, как на крыльях, поддерживаемая ангелами, на последнюю ступень, где ее встретил первый священник и ввел во святая святых. Что дивное чудо, что сам первый священник такой раз в году входил во святая святых. Это уже было знаменательно и предвозвещало о том, что эта девочка будет избранницей Божией для богоугодных больших дел, что в дальнейшем и стало. Но праздник нам и напоминает о том, что мы часто имеем какие-то скорби или невзгоды и обещаемся Богу, что Господи, помози мне. Я то или это сделаю. Тот говорит, храм построит, тот говорит, полы покрашу в церковь. Третий говорит, что благотворительность какую-то сделает, детей нужденных покормит. И часто бывает, что человек, обещающийся Богу, получив то, что просил, забывает о благодарении Господу. И это очень печально, потому что мы должны уметь быть благоразумными. И не только уметь просить Господа, но и уметь и благодарить. Оттого есть и три полезных моления. Есть прошение, когда мы просим, есть благодарение и есть восхваление. Праздник, который мы ожидаем, который 4 числа по новому стилю, пусть поможет нам задуматься, чтобы мы были благодарны Богу за всякие милости и за всякие обещания, что мы даем пред Богом, в которых было бы и исполнение благодарности Богу. Следующим после этого праздника идет еще одно знамение нашего края. Почему говорю нашего края? Потому что на Украине это единственный храм, названный в честь этого угодника Божия, благодоверного князя Михаила Тверского. Кто такой Михаил Тверский? Родившийся в конце 13-го столетия, в 1272 году, по княжескому роду ему надлежало быть князем. Вот стал он князем Тверским. Это было знаменитное княжество. Но у него было, как и всегда, много завистников, недругов. И среди таковых оказался и родственник, князь Юрий, которому мало было, что Михаил уступил его вреднику княжеский престол. Он хотел еще и Тверичей починить себе. Подружившись с ханом Узбеком, Юрий возымел войско ханское и решил напасть на Тверичей и разорить их, взять власть в свои руки. Тверичьям это не понравилось. Они знали князя Юрия, пленили много татар. Но при этом всем погибла сестра хана. Вот злобу, посеянную с ханом и Тверичами, нужно было как-то утихомерить. Ибо хан обещал, что он уничтожит все княжество Тверское. И вот попрощавшись со своими ближними, князь Михаил едет в Орду, чтобы заладить конфликт, хотя понимает, что обратно ему дороги уже не будет, ибо злобный хан убьет его. Вот ему родственники, ближние, друзья подсказывают. «Князь, мы тебя любим, уважаем. Пока все утихомерится, убегай в Литву, в Польшу, лишь бы тебе живому остаться». На что мудрый князь говорит, «я никогда от врагов не убегал». А есть порядок и заповедь христианская. Нет больше любви, чем положить душу свою за други свои, то есть за ближних своих, то есть за свое княжество, за тех людей, которые любили, уважали и жили в сверском княжестве. Идет он на исповедь, на причастие, и после этого отправляется в Орду. Хан разневанный встречает его и предлагает ему, чтобы утихомерить конфликт, нужно принять магометанство или язычество, на что князь, естественно, отказывается. Мучают его, заковали его в деревянные колодки, ноги и руки его, но каждый день разрешали ему читать псалтыр. Поскольку руки и ноги были закованы в деревяшках, то садили возле него мальчика, послушника, который перекидывал ему листы, и он с усердием читал псалтыр, приготовляя себя к мученической кончине. Ну, возили его по степям, и вот однажды наставленные ханом убийцы напали на шатер князя, закололи его, убили его. Но прошло время, и церковь канонизировала этого угодника Божьего, как того, который положил свою душу за други свои, за это княжество, за тот народ, который там жил. Ибо, еще раз напоминаю, нет больше любви, чем душу свою положить за други свои. Прошло время, и в честь этого угодника Божья была основана церковь Варваровки, Варваров Васильевны Голицыной. С того время прошло уже 200 с лишним лет. Но церковь и поныне свята, и непорочна, благоукрашается, приумножается. Приумножается народ, приумножаются деточки в воскресной школе. Душа радуется от того, что церковь жива, и жива будет до скачания века. Вот 5 числа как раз мы отмечаем это торжество веры Христовой, веры православной. Это замечательный пример этого угодника Божьего. Пускай послужит многим, как нужно любить своих ближних, свое Отечество и свою веру Христову, веру православную. В этот день, как обычно, в Варваровке в храме с утра служатся молебен, потом Божественная Литургия, на котором возносится молитва о мире, о мире в нашей державе, Украине, за воинов, за ближних, за дальних. После совершается крестный ход и братская трапеза. Всем известно, что в Варваровке всегда знаменитый борщ с бычками, который 15 ведер, котел варится на костре. Слава Богу, всем есть чем пропитаться, не только пищей духовной, но и пищей телесной, чтобы не ослабнуть в дальнейшем пути провождения своей жизни и идти по пути своего спасения, за что всех благодарю и приглашаю на престольный праздник 5 декабря. Храни Господь всех! Святи благоверный княжи Михаиле Тверске, моли Бога за нас, слава Богу за все! Субтитры создавал DimaTorzok